В свободном времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру. И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Ганоцри. Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Это цитата из мастера Маргарита, друзья, разговор Понтия Пилата с Иешуа Ганоцри. Трусость, несомненно, самый страшный порок. В свое время устроился работать в 19 лет в налоговую и дали мне целый кабинет на одного. Кабинет из всего отдела был у меня и у начальника отдела. Потому что посадили, как ни странно, на очень серьезную функцию, не должность, а функцию, регистрацию юрлиц сразу. Меня никто не контролировал. Я обалдел. 19 лет у меня функция фактически начать дело. И, собственно, сидел я в этом кабинете, наверное, месяца два в отдельном. И, в общем-то, довольно жестко вел прием. То есть, пресекал, как говорится, всякий беспредел. Практически полностью ничего не брал. То есть, люди, с которыми действительно завязались там нормальные отношения, просто пару раз шоколадку приносили. Я от конкретных людей взял. Но ни в коем случае ни за что-то. Люди, которые тащили там пакеты, разворачивал. И вдруг начальник инспекции раз, другой заходит. И начинает начальнику отдела потихонечку постукивать. Что это у вас 19-летний чувачок сидит в отдельном кабинете. Он вам сейчас такую дичь какую-нибудь учудит. Взятки начнет брать. Вот. Это бред. Молодой сотрудник, давайте его сажайте с кем-то еще. Она не хочет, начальник отдела, что до следующего раза. Но он, тем не менее, это берет на контроль. И в итоге, не мытьем, так катанем. Нет, все, сажайте. И сажают меня к одной бабе. Главный специалист. А у нее там блат на блате. Блин, горелый. Начинают ее люди ходить. Через нее мне пакеты эти суют. Мне уже перед ней неудобно, блин. Ну, там совсем уж выставить ее там блатника какого-нибудь. У нее там друзей этих, не друзей. Вот. Блин, все со скрипом. Где-то я эти пакеты беру. Ну, там жратва. Денег не было. Вот. Жратва. Где-то там, ну, где-то на уступку пойдешь. Там на день пораньше зарегистрируешь это юрлицо. Короче, я чувствую, что меня затягивает, затягивает, затягивает. И в какой-то момент, ну, наверное, полгода я в этом говне покупался. В какой-то момент я обрубаю. Все. Она в штыки по полной программе. Я обрубаю. Ей уже в открытую говорю, что не надо мне ничего передавать. Как бы я у них не беру. Зачем вы, как бы, клинт сбиваете. Вот. Но она офигела, конечно, все, недовольная. Вот. Я это все обрубил. Она меня подкопала, чтобы меня на другую должность убрали. На другую функцию. Да черт с ней. Самое смешное не в этом было. Самое смешное было в том, что начальник инспекции, дурачок старый, счел, что тут разврат и коррупция будет в отдельном кабинете, где ее не было. А вот там, где сидят опытные сотрудники, там не будет. Где, собственно, мне ее навязали. Вот. Хотя бы и в таком очень маленьком, как говорится, объеме. Трусость, друзья, несомненно, самый страшный порог. Ты чувствуешь, что хочешь по правде сделать, хочешь что-то сказать, но дыхалку спирает ни с того ни с сего. Перед человеком, от которого ты, в общем-то, не зависишь или зависишь, но срать тебе на эту зависимость, она невелика, дыхалку спирает. Как только хочешь за правду что-то высказаться, прям раз и воздуха не хватает. И язык при льпе к гортани моему. Вот. Или попросту говоря в жопе оказывается. Короче говоря, довольно-таки такое интересное ощущение. И неужели вы думаете, что какая-то баба, какой-то главный специалист может дать вам такое ощущение, хотя бы физически, сравнимое с ударом под дых, что воздуха не хватает что-то сказать реально. С чего бы вдруг не хватит у нее, как говорится, патронов. Разумеется, это не баба, а тот, у кого она на службе стоит, то бишь сатана, которому она исправно служит. Существо намного более убойное, чем отдельные там рядовые бесноватики, а хотя бы и куча бесноватиков вместе взятых. И вот здесь этот дых перешибает, это трудно, такое вязкое, омерзительное чувство, необъяснимое, абсолютно необъяснимое. Когда вы не можете сказать кому, какому-то левому человеку, он становится сильнее и вызывает вот это чувство только потому, что служит явному трэшу. Что-то дает, что-то стоит за ним, такое, что перешибает вам дыхание. И знаете что, какое-то желание появляется потом гнилое, когда вы начинаете это все пытаться осознать, почему, собственно, сказать не можете. У вас появляется какое-то желание, что да ладно, сейчас как бы не до этого, надо как-то договориться, замять, не обострять конфликт. Друзья, поймите главное, вы никогда не договоритесь, никогда не сделаете сколь-нибудь выгодный для вас компромисс. Это действие сатаны, и никогда, хотя бы через это рядовое тело, и никогда вы, идя на сделку с совестью, ничего не выиграете. Вообще никогда, гарантированно, будет только хуже. В краткосрочной перспективе может показаться, что лучше. Вы не обострили, вы откуда-то не вылетели, где-то не огребли. Оглядите 10-15 лет вашу жизнь, ну 10-15 лет недавности назад, и посмотрите, сколько вам эти компромиссы принесли. Только вред. Точнее даже не сколько, а чего они вам принесли. Только вред. Сатана по счетам не платит, друзья. Поэтому вот эти вот идеи, там, замириться, договориться, не обострять, они лишены абсолютно смысла. Абсолютно лишены. Условно говоря, бояться нет смысла. А страх действительно самый страшный из пороков, потому что прогибать вас будут до бесконечности. Из вас всегда будут делать дерьмо, откровенное дерьмо. Прогибаясь, вы никогда не станете лучше. Вы станете только хуже. Вы никогда не станете счастливей. Вы станете только несчастней. Поэтому оно все бессмысленно. И с другой стороны, если вы все-таки где-то сдюжили, не прогнулись, вы потом радость от этой победы ни на что не променяете. Ни на какие коврижки, которые даже вам мерещились. В случае, там, договориться, подстелиться, подлизнуть, поднюхать. Даже те коврижки, которых и не было бы, но которые вам мерещились, вы и на них никогда не променяете. Вот эту радость победы. Победа, чтобы все-таки где-то смогли по правде пойти. Не прогибайтесь, друзья, не прогибайтесь. Потому что, когда человек прогибается, он суетиться начинает очень сильно. Он даже не замечает, что он уже сильно прогибается. Он начинает суетиться, думать, как бы мне там, может быть, не сильно прогнуться, как бы повыгоднее прогнуться. И он так быстро суетится, как вошь на гребешке, что потом, может, раз, а Христос-то уже распят, он уже умер, и распят он по твоему приказу, Пилат. А ты суетился в этот момент, ты приказ отдал между делом. Там важно, надо было понять, как вот маневрировать, как лавировать, как более политкорректно себя повести. Но приказ отдан тобой, и ты, отдавая, не заметил даже, что его отдаешь, но он уже распят. Вот в чем проблема. И он уже мертв. А иногда такое понимание приходит спустя десятилетия. Ты суетился, суетился, ну вроде как ты нормально вышел, и живешь такой жизнью, нормально у тебя все. А проходит 10 лет, и ты думаешь, а что-то событие-то там было. Я что-то суетился, суетился, что-то какие-то пробелы в памяти. А, так там Христа распяли. А я как-то и не заметил, словно ты ей не приметил. Я там вроде бы выгодал, там проиграл, потом опять выгодал, немножко в плюс вышел. А что там еще-то было? А, Христа распяли. А что вы распяли-то? А, по моему приказу. Вот тебе раз. Через 10 лет вспомнил. Бывает и так, бывает и так, друзья. Поэтому не гнитесь. Не считайте, что можно птицу счастья завтрашнего дня за хвост поймать, если вы будете кому-то задницу лизать. Не прогибайтесь, друзья. Вы никогда не сделаете той дичи лично, под которую вас будут прогибать. Практика показывает, что то, подо что людей прогибают, то, что они делают по прогибу, это намного трэшовей того, что они сделали бы сами, будучи людьми даже изрядно трэшовыми. По прогибу они делают намного больше. Кому-то деньги померещились, кому-то власть, кому-то потрохушки. Неважно, в какой сфере он это делал. Но зашквар будет намного больше, чем вы лично бы придумали, скажем так, зашквариваться для собственных интересов. Поэтому, друзья, не прогибайтесь. А то, знаете, может оказаться очень неприятно, когда с креста снимать уже бесполезно, ибо умер. По вашему приказу.